Сейчас я покажу вам, чем отличаются оригинальные Джорданы от подделки. С первого взгляда, особенно издалека, это сложно. Но если обратить внимание на детали, то к концу видео вам все станет очевидно. Поехали! У нас есть три категории, по которым мы отличаем оригинал от подделки. Первое смотрим на швы, второе на формы и третье разные нюансы. Итак, первое швы. Первым делом заглядываем под стельку. На поддельных Джорданах меньше швов, чем нужно. Можно заметить, что на настоящей паре стежки расположены плотно и ровно. У поддельных кроссовок швы менее равномерны. Посмотрите на треугольную клетку на боковой стороне кроссовок. На высококачественных подделках расстояние между стежками под клеткой слишком большое, что делает швы неравномерными. На оригинальной паре стежки расположены ближе к друг другу, оставляя меньше пустого пространства между нитями. На низкокачественных копиях строчка под треугольной клеткой слишком широкая. На настоящих Джорданах меньше пустого пространства между стежками. На поддельных кроссовках нити идут криво и беспорядко, в то время как на оригинале швы идут ровными рядами, что придает обуви лучший внешний вид. Эти детали часто игнорируются производителями подделок, что облегчает определение настоящих от поддельных. На задней стороне обуви у подделок также неравномерные швы, нитки слишком тонкие, а стежки короткие. Оригинальные Джорданы с другой стороны имеют более толстые швы вокруг логотипа Jumpman. Они толще и глубже прошиты в кроссовке. И еще, в зависимости от цветовой гаммы, задняя часть кроссовок будет отличаться. На некоторых парах есть надпись Nike Air, в то время как на других логотип Jumpman. На большинстве язычков снаружи есть логотип Jumpman Flight, вокруг которого также есть шов. На поддельной паре слишком тонкая строчка и длинные стежки. У брендовых же кроссовок швы короче и они более плотные. Вторая категория. Мы смотрим на формы. И самое яркое отличие – это форма задника. Если смотреть сбоку на оригинальные Джорданы, можно заметить выпуклость на задней части. На поддельных парах этого часто не видно. Сравнивая поддельные и настоящие белоснежные Джорданы, мы видим, что поддельная пара имеет довольно прямую форму. В отличие от настоящей пары, у которой есть плавный сгиб по задней части. Передняя часть также немного отличается по форме. Обычно на поддельных парах носок выглядит немного плоским, даже немного приплюснутым. У настоящих же пар должна быть более толстая и выпуклая передняя часть. А теперь нюансы. И первый, самый очевидный – это внутренняя прокладка, с которой соприкасается носок. На оригинальных кроссовках эта подкладка шире и остается одинаковой ширины на всем ее протяжении. На подделках внутренняя подкладка уже и становится слишком узкой по левой стороне кроссовок. Следующий признак применим только к кроссовкам из замши. Прикосновение к оригинальным кроссовкам оставляет темные следы. На подделках же следов не остается. Искусственная замша остается светлой. Далее перевернем наши кроссовки и взглянем на подошву. На поддельной паре у прыгающего человечка неправильные контуры. Слишком мало краски красного цвета и много белой краски. Белая краска нанесена даже поверх логотипа. У настоящей пары логотип Jumpman покрыт красной краской и только боковые стороны логотипа белые. Если вы только собираетесь купить или уже купили кроссовки и хотите определить, фейк это или настоящий бренд, мы можем помочь вам. Для этого переходите по ссылке в описании. На сайте вводите Jordan, выбирайте shoes, выбирайте тариф, загружайте фотографии ваших кроссовок и наши американские эксперты после экспертизы вынесут свой вердикт. Подписывайтесь! Увидимся в следующем видео!